Вы, наверное, уже догадываетесь, да, кто это? Это наш специальный гость. Это один из создателей нашей системы 21. Этот человек уже 5 лет в бизнесе. Ему вручили награду в Лужниках. 5 лет. Я такая, ну, думаю, почему я не 5 лет? Такие красивые там статуэтки давали. Я всего 4 года. Может, что-нибудь в следующем году придумают для тех, кто там. Хорошо, в общем, этот человек, ну, у Александра, у него огромный опыт в бизнесе, да, огромный опыт в различных, там, он занимался в управлении, да, был в разных крупных компаниях. Огромные команды. Он такой, знаете, вот партнеры об Александре отзываются, такая душа, душа системы, такой душевный человек, такой добрый, хотя он сам о себе может сказать, что он какой-то бывает недобрый, но умеет он мотивировать, умеет очень мне о чем нравится, очень четко работать с партнерами. Поэтому я вам сейчас желаю вот прям впитывать каждое слово, записывать. Давайте бурно поприветствуем. Александр Морчал. Я очень люблю, когда меня представляют, тем более не сильно я понимаю, что такое специальный гость, потому что каждый раз, каждый есть, да, каждый раз я здесь. Ну, я не каждый раз на фотографии, но какой-то я не специальный получаюсь. Вот, цель моя сегодня поговорить с вами немножечко о том, на что вы способны, что вы можете сделать в ближайшие три месяца. Я не знаю, что именно, но я, по крайней мере, постараюсь сделать так, чтобы вы немножечко об этом задумались и сами для себя ответили, чего же я вообще стою. Ну, по крайней мере, сейчас теория. Вообще, если говорить о теории, если говорить об информации, то... О, давайте вот с этого начнем. Мы... У кого же есть билет на следующее мероприятие? Да? Ну, у кого-то есть. На самом деле, это ваш план. То есть, есть ли у вас план? Сейчас же вот всем задашь вопрос. Ну, ты как? В июне будешь работать? Да, да, да. Что ты собираешься сделать? Я... У меня по плану 30 встреч. О, молодец, отлично. Что планируешь через месяц у тебя на бизнес-дне? Ой, у меня тут будет вообще громадье партнеров вообще. Отлично. Ну, ты билет для них позаботься, купи. Ну, я потом. Это показывает для меня... Я могу ошибаться. Но для меня это показывает, насколько вы действительно готовы в течение месяца работать. Потому что для меня это нормально, если я собираюсь провести, ну, скажем, 15 встреч в течение июня. Кто собирается провести 15 встреч в течение июня? Точно? Ага. Кто не собирается... 15 или больше? Кто не собирается провести даже 15 встреч в этом месяце? Конечно же. Ну, ладно. Если человек собирается провести хотя бы 15 встреч по бизнесу, и на каждой встрече я, по крайней мере, всегда говорю о том, что человек, я всегда приглашаю на вот такое обучение. Я всегда приглашаю его на стартовые семинары. Я, даже если я умею хорошо объяснить, рассказать о бизнесе, то когда человек попадает в зал, где сидит 100 человек других, но таких же, как он, похожих, то для такого вот гостя приходит реальное понимание того, что этот бизнес не какой-то мифологический. Это не просто вот человек, который мне объяснил, видео показал, а здесь есть много людей, которые действуют, которые так же, как и я, приходят обучаться, приходят что-то узнать. Из 15 встреч, ну, уж всяко... Вот у меня сегодня должно было быть 3 человека здесь, 3 новых партнера. Но один новый партнер, он не пришел, и 2 кандидата, которые у меня билеты купили. Потому что я на каждой... Это в Москве. Ну, просто в других... У меня в основном кандидаты из других регионов. Потому что я через интернет очень много работаю. И в других регионах там они тоже приходят на мероприятия. Но вот в Москве 3 билета у меня было продано. Один мой друг, ну, знакомый такой. Один партнер, который стартовал вот недавно. И еще один, ну, просто знакомый, просто договорились. Это люди, которым я продал билет. За 500 рублей. Ну, я продал за 500 рублей. Я понимаю, что это во много раз лучше, чем я бы еще раз встречался с этими людьми и тет-а-тет рассказывал бы им о бизнесе. Поэтому, если хотите, чтобы в следующий раз... Вот я очень хочу, чтобы в следующий раз все-таки со мной пришли еще новые партнеры. Ну, в этом месяце это получается второй уже старт. Первый старт. Ну, есть молодой человек, который уже был на наших мероприятиях. Ну, просто вот такой отложенный старт. И вот еще один новый человек. То есть в этом месяце вот уже два старта. Если вы хотите, чтобы в следующий раз с вами были партнеры, вам нужны билеты. Или гости. Вам нужны билеты. Почему? Потому что, когда вы рассказываете людям о том, что здесь будет очень интересно, здесь будет... Ну, по крайней мере, своими глазами все увидишь. Сможешь почувствовать вот эту атмосферу. Спросите. Ну как, придешь? Конечно. Но потом вы будете тоскливо стоять внизу, возле крутящейся двери, ожидая и звоня людям, которые вам клятвенно кровью вообще расписались. Я обязательно приду. Будете, ну, каждый раз внизу. Обратите внимание. Перед тем, как вы заходите на бизнес-день, там всегда есть тоскливо стоящие люди с телефонами. Они обзванивают. Алло, привет, как дела? Ты где? Как не придешь? Мы же договаривались. Как о чем договаривались? Ну, сегодня же бизнес-день. Ты же говорил, что придешь. А вот если человек потратил деньги, купил билет, то он придет. Не факт. И в моем случае тоже не факт. Но шанс реально намного больше. Шанс намного больше. Будут у вас билеты, с вами будут... Смотрите, давайте так. Сократим вот эти промежуточные точки. Хотите, чтобы были партнеры, вам нужны билеты. Без них у вас просто люди не придут. Теперь... Да, почем у нас сегодня... Три за тысячу, да? Три билета за тысячу рублей. Можете купить за тысячу, с завтрашнего дня 500, в день мероприятия 700. Ну, так вот, если даже математически посчитать, то в целом два билета купил, один продал, ну, уже по 500. Уже вот за те же деньги, что и завтра. Так что, мне кажется, организаторы продешевили чуть-чуть. Надо дороже продавать. Может, сегодня начнем? Кто не успел в перерыве? О, в первом перерыве три на тысячу, а во втором перерыве уже по 500, да? Ладно, оставляем как есть. Хорошо. Давайте поговорим о том, на что вы способны. Я не знаю, и я не буду сегодня утверждать, на что именно вы способны. Ответ можете дать только вы сами. И мы будем говорить не о каких-то ваших жизненных ситуациях, мы будем говорить исключительно о бизнес-навыках. Исключительно о том, насколько эффективным будет ваш бизнес в ближайшее время. сегодня вы получили очередную порцию информации. И в очередной раз, я очень часто об этом говорю, информация практически никак не повлияет на ваш бизнес. Никак. так, но если вы вот то, о чем говорила Саша, сейчас начнете использовать, а она говорила о том, как она работает с партнерами, с разными категориями партнеров, то есть, если вы, ну, на практике хотя бы создадите там один чат для неактивных партнеров, для кандидатов, для клиентов, один чат для активных партнеров, то это уже вас продвинет вперед. Это вот как раз тот практический шаг, который повлияет на бизнес. Если вы, начиная с ближайшего вашего старта, будете проводить стартовый тренинг, так как вот говорила сейчас Саша, то вы продвинетесь вперед реально. То есть, ну как, сейчас вы узнали о том, как проводить стартовый тренинг, и вы от этого, ваш доход от этого не увеличится. Никак. Даже через 10 лет. От того, что вы 10 лет будете знать, как проводить стартовый тренинг, ваш бизнес никак не поменяется. Но многие люди ждут чего-то ждут. И если вы сейчас честно заглянете в себя, то вполне возможно вы где-то в себе увидите то, что вы в целом ожидаете от ваших кандидатов, которые даже купили билет, но они не пришли, но вы в глубине души ожидаете, что этот человек стартует, станет лидером, и вы будете зарабатывать много денег. Ну, хочется же этого. Правда? Ведь очень хочется новичку, который вот только начинает бизнес. Сколько человек в списке имена новичка обычно? 50. Кто 50 сказал? Нет, даже 30 много, 50. Обычно человек 215-20. Ну, обычно. И вот этот вот, вот вы стартовали, у вас вы записали мощняцкий список имен и уже напланировали. Так, вот этот вот должен лидером организации стать сейчас месяца через 4. Вот этот вот на 21% выйдем, вот этот вот обязательно. Вот этого надо познакомить со спонсором, он ему мозг прописочит, тоже сделаем все нормально. Так, серебро есть. Ну, чтобы подстраховаться еще так, раз, два, три, четыре, ну, еще 4 человека там, да, суря смеетесь, ведь вспомните себя, у вас в голове было то же самое. Потому и смеетесь, да? Все уже ведь прочитры, там, до серебра сразу все маркетинг-план прочухали. Все, сразу раз, два, три, четыре, там, ну, на замену на всякий случай несколько человек, чтобы, ну, вдруг там слабину какую-то даст, там, друг. А тут вот, ну, если что, я этим займусь. И еще раз говорю, что если вот вернуться к тем маленьким шагам, если вы, помимо всех вот этих фантазий, помимо всех этих фантазий, начнете стартовый тренинг проводить, с каждым человеком, ну, если у вас из этих пятнадцати кто-то стартует и вы сделаете практический шаг, то это вас сильно приблизит к результату? Это если вы не будете поддаваться иллюзиям, а будете делать практические шаги, шаг за шагом, шаг за... помните здесь на PowerNight когда Юра Белонощенко видео, да, показывали? Он тоже, он триатлет, проходил разные там сильно дистанции и вот когда он говорил шаг за шагом, он про МДС рассказывал, марафон де Сабль, это через пустыню, да, марафон? Сила маленьких шагов я его сегодня утром вспоминал это меня Лада все время говорит я вообще не понимаю зачем ты себя так носил что сегодня ну ладно в дождь там сесть на велик и проехать не знаю там 12 километров это маленькое ну в дождь вообще тураки какие-то да в дождь пробежаться ну ладно фиг с ним это еще можно понять недавно разговаривали с партнером ЛР не из моей команды девушка она говорит слушай я вот не могу доехать до зала для того чтобы побегать я говорю зачем в зал ехать ну вот вышла побежала да не ты чё это как же я так могу я говорю ну вот так же партнеры твои говорят же часто в бизнесе ну вот вышел там в контакт например все начал делать контакты да не я так не могу ты чё подготовиться надо тренингов пройти надо же там ну морали настроить да и вот сегодня когда после велика после бега мне надо было ещё в пруд залезть и 10 минут поплавать вот тут я Юру вспомнил очень-очень то есть при температуре на улице плюс 15 а ночью-то она плюс 10 плюс 8-10 значит вода остывает то есть температура воды сегодня примерно 12-13 градусов вот вот как надо себя заставить не в моём случае это нормально но это надо себя заставить вот сейчас я вам говорю там 12-13 градусов в гидрокостюме но пятки мёрзнут ужасно уши мёрзнут блин ну вот эта тренировка я просто понимаю что эта тренировка меня ещё больше приблизит к результату я могу её не делать не-не-не я могу её не делать если я её не сделаю я буду дальше от результата движения движения не будет если не тренироваться прям вот по графику то движение будет назад ну максимум ты будешь стоять на месте в бизнесе то же самое если не делать вот эти вот маленькие шажочки то бизнес не будет двигаться поэтому вот то что говорила сегодня Саша если вы нашли себе пару и вы с ней работаете то это уже двигает вас если вы каждый день делаете три звонка пять звонков то это работает лучше нежели у человека который сидит умный красивый всё знает всё изучил но при этом не делает звонков чего я стою вот каждый из вас может задать себе вопрос я не знаю если для вас это бизнес делайте бизнес если для вас это дело которым вы хотите зарабатывать деньги то нужно делать действия с помощью которых вы будете получать деньги изначально наша профессия наш бизнес он создает такую иллюзию того что у нас работа сдельная то есть я сейчас мне надо за смотрите сейчас я объясню что я имею ввиду человек ставит себе цель мне надо за месяц сделать сто звонков всё и есть определенная иллюзия что через сто звонков я буду зарабатывать больше и вот человек делает сто звонков и он почему-то не зарабатывает больше потому что у нас не сдельная работа вы получаете деньги когда выходите на следующий уровень то есть кому-то достаточно сделать сто звонков а кому-то пятьсот то есть я не знаю сколько конкретно каждому из вас нужно сделать шагов для того чтобы выйти на доход ну скажем пятнадцать двадцать тысяч рублей кому-то сто а кому-то пятьсот а кому-то тысячу но не нужно тешить себя иллюзиями что мы сейчас сделаем сто звонков и жизнь моя изменится бизнес мой пойдет в гору нет это неверное утверждение верное утверждение это вот то опять-таки о чем говорила сегодня Саша когда у вас будет пятьдесят первых линий и то не факт потому что можно наколбасить ну что далеко ходить вспомните на специальном бизнес не был человек который за год сделал сто не сто восемьдесят три по-моему сто восемьдесят три первой линии его даже на событии не было потому что я сильно сомневаюсь что кто-то из этих вот людей был на событии из этих сто восемьдесят трех а ему некогда может быть но обычно статистика это наши что говорит сто восемьдесят три да ты уже золотом должен быть а этот человек он даже не приехал на мероприятие потому что он я не знаю я думаю что он даже не МЛГ то есть статистика вот ему сколько надо проспонсировать я не знаю но может быть да но обычно когда у вас будет тридцать первых линий вы будете получать свои сорок пятьдесят тысяч рублей в месяц как МЛГ и вот сколько вам надо пойти таких шагов я не знаю но еще раз говорю что это не стильная работа когда вы сделали сто звонков и за это получили деньги нет вам нужно сделать столько звонков чтобы у вас стартовало ну скажем десять первых линий и если если поддаваться этим иллюзиям пройдет месяц и вы будете расстраиваться пройдет два месяца давай без микрофона пройдет два месяца и вы будете еще больше расстраиваться попадая в ловушку иллюзий вы свой бизнес не двигаете вперед то есть у вас есть ожидания которые не исполняются и это вас очень сильно расстраивает на самом деле наша работа не сдельная да и вот такие вот спады и падения у кого уже были спады кто не больше трех месяцев в бизнесе кто один-два-три месяца в бизнесе поднимите руку да у кого из вас были спады у этих людей у этих новичков я вам скажу это не то что спад это даже не ну поверьте мне это вот просто ну вы сами себя убедили что у вас прям реальный провал реальный провал когда у вас три двадцать однопроцентные группы уходят вот это провал ну я имею там в течение какого-то периода вот они задуваются это провал когда у вас оборот там на сто тысяч баллов падает это провал а то что вы сделали двадцать звонков и у вас всего два человека на встречу пришло ну это еще один день в бизнесе еще один месяц в бизнесе всегда бывают вот такие вот настроения туда-сюда 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 у меня практически не бывает такого ну точнее если взять в масштабе да то есть это такой это увеличенный масштаб настроение бывает разное состояние бывает чуть лучше настроение чуть хуже настроение но на самом деле в моем случае это выглядит есть маркер может понадобиться в моем случае если это уменьшить сильно да это будет очень похоже на линию и в вашем случае это будет так же просто чуть подальше то есть когда у вас более-менее ну будет что масштабировать то есть пока у вас там вверх-вниз, 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 но в масштабах, ну представьте, 31 год ЛР, а еще даже в масштабах страны, в масштабах России, вы один из 250 тысяч. Ну ладно, вы один из 50 тысяч, которые бизнес развивают или развивали ЛР. Вы, ну, как бы компания даже не заметит потери бойца, если вы уйдете из бизнеса. Представляете, компания будет расстраиваться, за каждого из вас будет вам звонить. Привет, нет, ну ты че, соберись. У тебя же были цели. Представляете, звонит Томас Херсон. Ну, мне кажется, надо там 100 Томаса Херсонов, 100, чтобы они каждый день по 100 звонков делали, ну или там по 50 звонков, вот это будет их работа. Ну это вот ни о чем. Хорошо, давайте мы с вами немножко поработаем. Сегодня было много же теорий, да? Даже я сказал, что теория не сильно вам поможет. Поэтому давайте немножко поработаем. Мне нужен Виталик Самохин, сейчас он придет за фломастерами, я же его сам и отправил, да? Хорошо, давайте так. Какой навык, микронавык, я не имею в виду глобально, вы хотели бы улучшить? Да. Ну это глобально, а что именно продажа? Не, ну это, а что продажа? Я вам скажу, продажа гарда или предложение тест-пака или продажа бизнеса, предложение бизнеса. Ну это очень, мы как вот, это очень глобально. Да, давайте попробуем. Промоушен-вероприятие. Делался, научиться делать промоушен, так. Продажа бизнеса на встрече, на презентации. Окей, но мне кажется, видео решает эту задачу. Продавать билеты по 500 рублей. Хороший навык. Продавать билеты. Дело не... Я сразу скажу, мое мнение. Этот навык называется продавать билеты. А вот дополнение по 500 рублей, это то, что как раз мешает. То есть если держать в голове, что билеты стоят целых 500 рублей, кто их вообще купит, именно это мешает. А если продавать билет на мероприятие, где ты получишь нечто ценное и важное, то дальше уже речь не о цене, о ценности. То есть продавать надо не цену, продавать надо ценность. Навык продажи билетов. Да, это тоже есть. Еще? Навык пополнения списка имен. Хорошо. Еще, давайте, что важно? Как эффективно планировать свое время? Эффективно планировать свое время. Да, да. Научиться правильно запускать. Да, еще. Навык дисциплины. Завел будильник, встал, побежал. А это другой навык. Ты же дисциплинированно проснулся, во сколько запланировал. Ну, правда. Начинать тренировать другой навык. Выход из зоны комфорт. Правильно, абсолютно верно. Давайте мы сделаем так. Я хочу сегодня, я хочу сейчас пригласить Виталия Самохина. Давайте еще раз поаплатируем. Есть масса навыков, которые можно и нужно тренировать. И сегодня Виталий предложил, и я очень даже поддерживаю, вот такой вот микронавык. Но навык, который вы используете фактически каждый день в своем бизнесе. Каждый день. Давайте я еще раз передаю слово Виталику, ваши аплодисменты, и потом мы с вами продолжим. Спасибо большое, Александр. Ну что ж, наступило время практической работы. Я очень люблю наш бизнес. Они оказывают помощь, чтобы партнеры двигались дальше по карьерной лестнице. И сейчас, что называется, приготовили ручки и листочки, и у нас сейчас как раз время для практики пришло. Как я сказал в начале, я в бизнесе уже 5 лет. Мой супругой наделали огромное количество ошибок. Прошли по этому мином полю. То есть где-то нас очень хорошо подрывало и так далее. То есть мы знаем те ошибки, которые мы сделали. И я хочу поделиться основными теми ошибками, которые делает большинство партнеров. Скажите, пожалуйста, ну вы знаете, что с седьмой маркетинг, в принципе, ну не так, скажем, люди-люды, да, вот как работал в Клумбеле, там что-то еще, да, это не так престижно, не популярно и так далее. Но виноваты в этом кто? Кто? Люди? Сами. Давайте скажем, ну не то что с вами, давайте скажем мы. Мы с вами, все вместе, вместе взятые. Мы с вами формируем общественное мнение. А мы с вами вместе имидж компании LR. Если уйдем вглубь, имидж системы 21. Это мы с вами. И какие ошибки я хотел сказать? Основные это вот приукрашивание информации, где мы чуть-чуть приукрашиваем, где-то недоговариваем, что вот автопрограмма у нас есть, да, то есть можно машину получить, недоговаривая, как это получение, собственно говоря, происходит. Я помню 2011 год, когда Генри Хердман нам дал шаблень, звонка, как он звонит и приглашает навстречу. И там была фраза такая, слушай, я продал свои бизнесы, я сейчас занялся новым делом, через несколько месяцев я получил свой новый Мерседес. И каково было мое удивление, когда на бизнес-днях мы, ну, Генри в частности говорит, дубликация, вы должны делать то, что ваши спонсоры делают. И когда я у новичка своего услышал эту фразу, во время звонка, меня как-то это великолыбило, когда человек говорит, я продал свои бизнесы, через несколько месяцев я получил свой новенький Мерседес. Понимаете, о чем суть, да? Вот какую практическую работу мы сейчас с вами сделаем. Представьте стандартную ситуацию. Мы общаемся с одноклассниками. Вот встреча одноклассников. Вы не встречались там 3, 5, может быть, кто-то 10 лет. Либо просто знакомый ваш. И вам задается вопрос. Чем ты занимаешься, Иван Сидоров? Что ты делаешь? И вот давайте мы сейчас разобьемся по маленьким группам. Давайте по 4, по 6 человек, не более. И задача какая? Познакомьтесь друг с другом и отработайте ответ на этот вопрос. Чем вы занимаетесь? Задача понятна? Ваш ответ должен состоять из двух пунктов. Я подсказку вам дам. Первое. Первый пункт. Честно отвечаете тем, чем вы занимаетесь. И второе предложение у вас пойдет по бизнесу ЭВР. Вот, бывайте, и время пошло. Поделитесь на группу 4-6 человек и отработайте ответ на этот вопрос. Иван... Поехали! Идите! 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 Опа! Субтитры подогнал «Симон» 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 Спасибо большое. Давайте будем заканчивать. Итак, мне на сцену нужны 5-7 человек, которые поделятся той информацией, которую вы услышали в группе. Давайте представители от каждой группы. 5-7 человек на сцену. У кого какие варианты были, мы сейчас объединяемся друг с другом к опыту. Давайте попринесим нашим партнерам. Так, спасибо. 5-7. Раз, два. Правильно, 7 человек. Верно. Итак, задание было простое. Просто искренне, честно поделиться, чем ты занимаешься по жизни. Ведь когда мы просто не на тему сетевого маркетинга общаемся, у нас это легко. Как только дело касается бизнеса, у нас какой-то задык такой получается. Давайте посмотрим, что мы навешали. Слушай, давно не виделись. Как тебя зовут? Слушай, Володя, привет. Давно мы не виделись. Ты как? Где сейчас? Слушай, я сейчас нашел тему такую интересную. Развиваем бизнес в Москве и ищем людей, которым интересно заработать денег. Тебе вообще может быть это интересно? Спасибо. Тебя как зовут? Сергей. Серега, привет. Как ты? Где ты? Я сейчас работаю на ювелирном заводе, технический инженер. Ну, вот как бы непосредственно развиваю бизнес в свое свободное время. Интересно тебе? Спасибо. Иван, привет. Давно мы не виделись. Как ты? Здраненько. Хорошо, все отлично. Где ты сейчас? Ну, я занимаюсь бизнесом. Открыл свое дело. Здорово, спасибо. Иван? Иван, привет. Сколько лет, сколько зим? Как ты? Все отлично. Как у тебя дела? Где ты сейчас? Чем ты занял? Я сейчас начал работать с немецкой компанией, крупной. У тебя как дела? Так, вариант ответа. Спасибо. Как тебе дела? Роман, привет. Слушай, давно не виделись. Как ты? Где ты? Слушай, ну, все хорошо. У меня вообще два направления сейчас. Я работаю по найму. Еще параллельно занимаюсь развитием своего дела. Сейчас познакомился с немецким концерном. Создаю сеть партнеров, вместе с которыми мы организуем товарооборот, получаем деньги с этого. Очень прибыльные занятия. Так, глубоко копнул. Молодец. О, Саша, привет. Слушай, в прошлый раз ты какой-то худенький был, а сейчас смотрю, накачался. Как ты? Где ты? Все отлично. Занимаюсь спортом, занимаюсь бизнесом. Просто отлично себя чувствую. А ты как вообще сейчас? Как себя чувствуешь? Да, так же, как и раньше. Бизнесом занимался, я не думал об этом. Так, пошли дальше. Ага, спасибо. Эту девушку мы пока пропустим. Я Марину по-тоже спрошу. Даниил, привет. Как ты? Где ты? Привет. Да, отлично. Развивай свой бизнес. Ты как? Хорошо. Ну, супер. Ты не спрашиваешь, какой бизнес я развиваю? Это как? Красная шапочка, да? Бабушка, почему у тебя большие уши, да? Галя, привет. Как дела? Вот так приятно. Приятно подходить к молодым девушкам. Как ты? Где ты? Мне тоже очень приятно. Я предприниматель, мы сейчас с супругом развиваем бизнес с немецкой компанией. О, молодцы. На себя стали работать? На себя работаем и ищем также партнеров. Так, ищет партнеров. Оксана, привет. Привет. Давно мы не виделись. Как ты? Где ты? Давно не виделись. Я сейчас работаю с крупной немецкой компанией LR. Компания занимается прямыми поставками из Германии. Если тебе интересно, давай встретим. Так, другой вариант ответа. И последний у нас тезка Виталий. Привет, Виталий. Ты нормально, с завода уволился. В основном дома с ребенком занимаюсь. Ну и бизнес хоть что-то развиваю. Да. Так. Что за бизнес? Ну, хочешь знать больше, давай я тебе потом расскажу. Сегодня у нас другой. Я тебе. Аплодисменты нашим сделанным партнерам. Присаживайтесь, пожалуйста. Парень, кто же присоединяйся, пока я сейчас тебя одену. Прошу. Когда, общаясь со своими ключевыми партнерами, а у каждого лидера в компании LR, в системе этого состояния частности, есть свой ключевой круг, отметьте себе галочку, если вы еще не входите в ключевой круг вашего спонсора, это первая цель, которую вы должны себе поставить. Спросите вашего наставника, где ключевой круг, что такое ключевой круг, как туда попасть, что нужно для этого сделать. И вот, общаясь со своими партнерами, я задал как-то подобный вопрос. И услышал варианты ответа просто, я думаю, чей это ключевой круг, это мы вообще или нет, кто их обучает, да? Дело в том, что, когда на разных уровнях, эти варианты ответа у нас будут разные. И то, что мы сейчас слышали, вы слышали абсолютно разные варианты, правильно? На начальной стадии развития бизнеса вариант будет один. Когда вы получите автомобиль ПВ, когда вы будете расти дальше, варианты ответа будут меняться. И основная масса новеньких партнеров спотыкается об одну ошибку. Когда мы общаемся со своими знакомыми, мы для них не являемся еще предпринимателями. Вот основная такая проблема. А мы говорим, что я бизнесмен, я предприниматель, а в ответ что мы слышим? Понятно. Ну, успехов тебе. Вот примерно что мы слышим. Поэтому, Мариношка, можно тебя вот на сцену? Мы как раз работали с Мариной в парах. И когда Марина сказала вариант своего ответа, он был примерно тот, ну вот как мы сейчас как бы услышали, да? Вариант звучал просто как продажа. Как просто вот приходи туда, куда меня зовут, а зачем мне это надо, да? Поэтому мы этот вариант с Мариной переработали. Он состоит у нас сейчас из двух пунктов. Первый момент. Честность. Искренность. Вот я сейчас подошел к одной группе, и там с одним партнером возник сложный вопрос. А я не знаю, как сказать. Но чем-то ты занимаешься по жизни же. Ты же где-то работаешь. А второй вариант, это рассказать уже про бизнес ЛР. Марина, чем ты занимаешься? Давно мы не виделись. Привет. В настоящее время я там хозяйка, занимаюсь воспитанием своей семилетней дочери. Искренне, честно? Так, продолжаем. И в свободное время я обучаюсь у предпринимателей, которые помогают мне обучаться и развивать собственный бизнес. Искренне, честно? Все, точка. Больше ничего не нужно делать, ребята. Первое, чем вы заняты, я обучаюсь, я работаю там-то. Искренне, не нужно ничего приукрашивать. Я предприниматель строя бизнес в международной компании. Первое, чем вы заняты. А второе, это бизнес ЛР. Еще раз, второй пункт. Марина. Я обучаюсь у предпринимателей, которые помогают мне построить собственный бизнес. Марина обучается. Она пока на уровне 3-6%, она пока обучение проходит. Будет она младшим менеджером, она уже скажет какую-то другую фразу. И вот после второй фразы задача, опять же, поставьте себя на место вашего знакомого. Как он себя сейчас чувствует? Хочется что-то спросить дальше? Хочется спросить что-то дальше? Хочется, правильно. А что за предприниматели, которые взяли там куда-то его, чему-то обучают? Если человеку, он не хочет это узнать, ну и не надо. Если он что-то спрашивает дополнительно, это вопрос для вас, что вы делаете дальше? Дальше задача, опять же, не допустить следующую ошибку. Не перейти сразу в презентацию. Потому что некоторые говорят, я бизнес-ЛР, немецкая компания, все, дальше уже пошла презентация, тебе говорят, все, вы потеряли кандидата, вы потеряли человека. Я вот записал цитату, сейчас вам ее продиктую, буквально еще коротко. Иногда полезно читать наших классиков. У Антона Павла Чечехова есть вот такая цитата, фраза. Я прочту, вы, пожалуйста, запишите ее. Да не о том, думай, что спросили, а о том, для чего. Догадаешься, для чего, тогда и поймешь, как надо ответить. Так простой, выявление потребностей. Все. Следовательно, давайте еще раз. Марина, как дела, чем ты занимаешься? Я занимаюсь воспитанием своей 7-летней дочери, я сейчас домохозяйка. Вот, а в свободное время я обучаюсь у предпринимателя, который помогает мне построить собственный бизнес. Вот, идет уже логичное продолжение. Вот, что за предприниматель, что, как, кто такие люди? А ты хочешь на себя работать? Дальше идет уже цитата Чехова. Понять, почему я это спросил. Либо я просто, как дела, типа, вот, либо что. Либо я на самом деле хочу узнать. Марина должна понять, в какую категорию меня вообще попасть отнести, да? Ты хочешь на себя работать? Вот дальше уже, уже в следующем пункте, как перейти на презентацию. Спасибо большое, Мариночка. Присаживайся, пожалуйста. Давайте аплодируем Марине. И вот дальше, ваша задача пригласить человека на презентацию, уже на встречу. Выявить потребности. А ты для чего спрашиваешь? Ты тоже хотел бы, то есть, дом доходит иметь, либо открыть когда-то, собственно, бизнес. Если человек говорит, если хочешь, давай встретимся, с тобой поговорим. Все. Вот, простая фраза. Задача, домашнее задание вам. Выучите эту фразу. Порепетируйте ее со своим наставником. Расскажите эту фразу вашему спонсору. Эта фраза должна искренне звучать. Честно, правдиво, не отталкивающе. Первое, чем вы заняты. А второе, реально, почему вы бизнесом. Спасибо большое. Спасибо большое.